Добрый день, уважаемые коллеги, это обзорниковой компании Тикмилы, с вами я, Артур Дизатуря. Всю прошлую неделю золото росло с небольшими поломагнитудиями и длительностью отканами, что стало настоящим урогом изобилия для различных игроков любого сорта, ведь длинные позиции действительно приносили легкие деньги. Сменилась очередная неделя, уже в понедельник котировки прибавили 2,5%, затем откатились, росли они до уровня 1687 долларов, затем откатились почти на 10 долларов. Разумеется, чем дальше углубляется бычий тренд, тем более рискованнее, кажется, ставка на продолжение тренда, особенно когда кривая цен становится вертикальной, как мы видим, растет вероятность откапа, хотя бы на необходимости рыночных участников зафиксировать прибыль, чтобы понять, можно ли рассчитывать на откат, когда это произойдет, то есть как далеко мы сейчас находимся от разворотной точки, необходимо учитывать следующие моменты. Во-первых, последние две крупные волны роста котировок золота, начиная с уровня в 1560 долларов за тройскую лонзу, они приблизительно совпадают с двумя этапами развития эпидемии, это вот преимущественно внутри Китая в этот период, и рост котировок золота на новостях о развитии эпидемии за пределами Китая. Золото перешло в наступление приблизительно 24 января, когда стало известно, что власти Кубе являются карантинами, его дальнейшая динамика, то есть золото напоминало тренд клинически подтвержденных случаев в Китае, локального пика золота достигло на уровне 1590 долларов за тройскую лонзу, достигнуло 3 февраля, в то же время дневное изменение числа подтвержденных случаев достигло первого локального пика 4 февраля, то есть примерно совпадало по времени, дневничные котировки, естественно, опережали немного официальные данные. К середине февраля можно видеть, что динамика переключилась, внимание переключилось на динамику развития эпидемии в Южной Корее, в Иране, затем в Италии, при этом рост числа подтвержденных случаев также толкал котировки защитного актива вверх, так как исходя из примера Китая, а он нам дал уже достаточно примеров о том, как будет развиваться инфекция, как можно это реагировать в правительство, рост числа подтвержденных случаев за пройдемом Китая, именно бурный рост, нагречивал шансы на то, что власти припримут жесткие меры, поставят некоторые города на карантин, и появится весь тот сопутствующий ущерб, который возник в Китае. Из этого следует, что откат золота после вертикального роста весьма вероятен, но при первом появлении признаков, замедлении темпов роста числа подтвержденных случаев, то есть, другими словами, признаков спад на вот этом графике. Но пока этих признаков нет, пока рост числа подтвержденных случаев переживает, имеет бурный темп. Далее, сравнивая нынешний подъем котировок золота с историей, можно сделать вывод, что иррационально даже в таком крутом подъеме, который мы наблюдаем, может и не быть по трем причинам. Во-первых, экономика находится на последнем участке фазы подъема, что широко опустоялась в предыдущем году, потом, естественно, пошли разговоры о том, что будет мини-экспансия внутри вот этой фазы подъема, внутри последнего участка во фазе подъема. Это говорит о том, что экономика должна находиться на грани рецессии, если мы следуем теории экономических циклов. Второй момент – это обоснованное беспокойство о рецессии. Появился какой-то повод беспокоиться. Это, во-первых, шок предложения в Китае и шок спроса также в Китае, и также шок спроса за рубежом, то есть это эффект карантина. Также можно заметить, что котировки сейчас находятся на 84% от исторического максимума в 1900 долларов за Троцкую унцию и интенсивность возможной рецессии, то есть есть такая предпосылка, что интенсивность возможной рецессии может превысить 2008 год, поэтому с этой точки зрения мы еще вдалеки от состояния перекупленности в золоте. В кракосрочной перспективе импульс пока не исчерпал у себя, что, например, видно из значения индикатора RTI, который пока не достиг предыдущего пика в 84 пункта, который, кстати, сформировал уровень сопротивления, вот если можно посмотреть, что все предыдущие состояния перекупленности, они упирались в означение 84 пункта, и пока что даже при текущем росте, который мы наблюдаем, пока значение RTI все еще меньше 84 пунктов, что говорит о том, что текущий рост золота, даже такой стремительный, не выглядит экстразвенарным, уже очень нестандартным таким. Среди краткосрочных факторов, которые имеют потенциал двигать котировки золота наверх, можно перечислить. Следующее, во-первых, это фаза бурного роста числа зараженных в Италии и Южной Корее. Геномика спада показала, что пока не стоит рассчитывать на появление переломных точек, спад будет происходить постепенно. Второе, потому что РВФ предпридел центральный банк, о том, что вспышка вируса нанесет серьезный экономический ущерб, мировой экономик, поэтому нужно реагировать. Это более-менее явный сигнал к тому, что все-таки центральные банки уже не смогут просто отнекиваться, как это делают в РВФ, и что эффект от коронавируса будет минимальным. Поэтому нужно реагировать на это, нужно снижать ставку, нужно смягчать политику, и шансы на понижение ставки в ФРС можно смотреть по фирсам, они выросли с 17% до 59%. Еще один левопытный момент, то что отсутствие успеха в Италии с поиском так называемого нулевого пациента, то есть с которого началось заражение, распространение вируса, по Италии, сейчас пока Италии не удается найти этого пациента, то есть это затрудняет отслеживание новых случаев. В Южной Корее этот пациент найдет, и если будут отсутствовать новости о том, что все-таки Италия не может найти этого нулевого пациента, тогда это повышает риски того, что эпидемию будет непросто остановить за короткое время, экономический ущерб как бы растянется, что, естественно, в азоте будет выражаться продолжением роста. Вот, ближайшей точкой, ближайшей целью по азоте у нас является уровень 1700 долларов за рост к луну, и после отката, которого нужно переждать, можно рассматривать дальнейшие покупки по золоту, и в уровне будет являться отметка в 1700 долларов за тройскую унзу. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в среду.